МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Врач-аллерголог Владивостокского клиника-диагностического центра аллерго-респираторного отделения. Здравствуйте, Екатерина. Вот я, например, заметила, что у меня стабильно в последние годы, конец мая, начало июня, садится голос, вот даже сейчас это происходит, и дискомфорт в носовой полости. Я так понимаю, это сезонная аллергия? Да, конечно, с началом цветения деревьев многие люди испытывают симптомы аллергии, проявляться они могут по-разному. И одна из причин проявления данного заболевания – это воспаление в носоглотке. Совершенно верно. А с чем это связано? Я так понимаю, что, конечно, всё начинает свисти. С одной стороны, это радует, но с другой стороны, возникает вот такая проблема. Что является причиной основной аллергии? Причиной является, конечно же, пыльца ветропыляемых растений. В жаркое время года, когда устанавливается тёплая солнечная погода, пыльцы становятся в воздухе достаточно много, и люди, страдающие данным недугом, испытывают проявление данного заболевания. В городской среде, к сожалению, имеется загазованность, и пыльца принимает более агрессивные черты, чем, скажем, в сельской местности или где-то за городом. Мы уже перечислили такие признаки сезонной аллергии, как дискомфорт в носу, садится голос, как я сказала. Какие ещё причины? Проявления, на самом деле, могут быть самыми различными. То есть наиболее распространённые проявления – это проявления со стороны глаз, со стороны носоглотки, верхних, нижних дыхательных путей. То есть перечислять их можно бесконечно. Это и зуд, и слезотечение, и появление кашля, удушья. Но также стоит не забывать, что есть и очень редко встречающиеся проявления полиноза, такие как, например, сезонная головная боль. То есть люди испытывают головную боль в период цветения, допустим, пыльца деревьев или сорных трав, обращаются к докторам, например, невропатологам или к терапевтам. А на самом деле основная причина – это как раз полиноз. А почему возникает головная боль? Какие процессы происходят в организме? Пыльца, попадая в организм, вызывает воспаление. Воспаление может поражать любой орган. И от этого клиническая картина данного заболевания может быть самой разнообразной. Я когда ещё в школе училась, в классе, наверное, в девятом, у меня зимой как-то стабильно болели глаза. Болели, слегка опухали, не могли понять, что такое. Обдумали сначала конъюнктивит, потом выяснилось, что это, как мне сказали, сезонная аллергия. То есть вплоть до того, что я не могла, мне сложно было читать, писать. То есть она бывает так же и холодовая, я правильно понимаю? Ну, сезонная аллергия считается всё-таки аллергия больше на пыльцу растений. И к сезонной аллергии можно отнести аллергию на грибы и микроорганизмы. То есть в период установления сырой погоды, влажной, или в период, когда у нас стоит поздняя осень, сырая листва, она содержит очень много плесневых грибов микроорганизмов. И может возникнуть какая-то аллергическая реакция в этот период. Про холодовую аллергию, к сожалению, надо рассказывать в другом ключе, в другом формате. То есть здесь особенности есть и по патогенезу, то есть как в организме протекает данный процесс, и по причинам. То есть это очень отдельная большая тема. Поэтому сегодня мы будем говорить всё-таки про так называемую весенне-летнюю аллергию. Я читала, что самым серьёзным аллергеном, если я правильно называю, для человека именно в сезон весна-лето является берёза. А период её цветения, так ли это и почему это растение так опасно? Дело в том, что пыльца берёзы наиболее аллергенным считается в средней полосе России. Для нашего дальневосточного региона больше характерна аллергия на полынь амброзию. И больше пациентов, которые обращаются к нам, происходит как раз в период цветения этого растения. Это август, начало осени. И пыльца, она, к сожалению, имеет свои свойства и полномочия до падения первого снега. То есть уже, казалось бы, цветение закончилось, уже стоит поздняя осень, но пыльца находится вдоль дорог, на тротуарах, если так можно сказать, и может иметь своё влияние. Дети, я так понимаю, более восприимчивы к аллергии. Их организм, наверное, более слабый, чем организм взрослого человека. Я правильно понимаю? Аллергия поражает как детей, так и лиц более старшего возраста. Но среди детей наиболее часто обнаруживаем, подтверждаем аллергию, на пищевые аллергены. С возрастом пищевая аллергия переходит постепенно в бытовую, в пыльцевую. Если раньше аллергия на пыльцу определялась у детей больше к 7-10 годам, то сейчас диагноз поленоз выставляется в 2-3 года. И, к сожалению, это печальная статистика. А это связано с тем, что, как сегодня говорят, плохая экология, питание у нас, конечно, оставляет желать лучшего и так далее. То есть, я так понимаю, все эти факторы складываются в эти проблемы? Конечно. Вся антигенная нагрузка, то есть то, с чем контактирует организм, она, конечно же, вызывает определенные трудности у иммунной системы. То есть, чем больше в окружении даже беременной женщины находятся каких-то красителей, консервантов, чем больше мы сталкиваемся с загрязненным воздухом, с какими-то химическими веществами. То есть, промышленность пищевая сейчас шагнула вперед, но никто не задумывается о том, что наши дети и более взрослое население стало употреблять больше каких-то химических веществ. И, конечно, это сказывается на работе иммунной системы. Я так понимаю, что обычная аллергия в запущенной стадии может привести к достаточно серьезным заболеваниям. Да, конечно. В сезон пыления трав очень часто у нас бывают приступы бронхиальной астмы у людей. То есть, в течение всего года они эти симптомы не испытывают и считаются практически здоровыми. При сенсибилизации, то есть аллергии на пыльцу трав, в период цветения человек может попасть даже в стационар, прибегнуть к использованию каких-то ингаляторов, ну и, естественно, к врачебной помощи. Вернемся к нашей более легкой стадии аллергии. Это сезонная аллергия, поленос так называемый. Чем лечить, как правильно лечить? Расскажите, а что нельзя, например, делать? Очень важно, чтобы люди не занимались самолечением, даже если диагноз известен, и человек знает, чем и когда начинает лечиться. В нашем Владивостокской клинико-диагностическом центре в аллерго-респираторном отделении работают врачи-аллергологи. Они всегда помогут вам как с диагностикой, так и с правильно подобранным лечением. Ситуация в том, что каждый год у нас разные погодные природные условия, и концентрация пыльцы, она, к сожалению, бывает разная каждый год. И поэтому клинические проявления, они могут быть различными. То есть один год человек может обойтись просто антигистаминным препаратом одним. На следующий год понадобится даже внутривенное введение каких-то лекарственных препаратов. Я думаю, что лечением поленоза должны заниматься все-таки врачи-аллергологи. Екатерина, я предлагаю сделать небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о сезонной аллергии. Екатерина, мы не сказали, чего нельзя категорически делать аллергикам. Люди, страдающие поленозом, ни в коем случае не должны пользоваться фитотерапией. То есть те травы, которые содержатся в шампунях, кремах и лекарственные другие препараты, например, какие-то желудочные сборы, грудные сборы и другая фитотерапия, она категорически им противопоказана, даже когда нет сезона цветения. То есть таблетка, содержащая травы, может спровоцировать явление поленоза даже в зимний период. Поэтому фитотерапия, конечно же, запрещена. Вообще для людей, страдающих поленозом, существует определенный перечень рекомендаций, как себя вести и что нужно делать в период цветения причинозначимого аллергена. Об этих всех рекомендациях расскажет врач-аллерголог. Но если говорить кратко, то нужно избегать контакта с пыльцой. То есть прогулки в солнечную, особенно в ветреную погоду не очень приветствуются. Как правило, аллергикам становится лучше, кто страдает аллергией на пыльцу. В более влажное время, когда особенно прошел дождь, вся пыльца прибивается к земле, и людям в этот период дышится легко. Также необходимо сменять одежду при приходе домой, промывать нос, глаза, желательно даже мыть голову. И рекомендаций достаточно много, как себя вести, поэтому я все перечислять не буду. Но в целом они доступны, и всем, кто страдает аллергией на пыльцу, они достаточно известны. Интересно, что целый перечень таких моментов, серьезных достаточно. Я даже не думала. Ну, аллергия, аллергия, как-то принимаешь какие-то препараты и все. На самом деле, чем больше контакт с пыльцой, тем больше проявлений. И все очень закономерно, поэтому, к сожалению, так. Я знаю, что есть какая-то специальная интересная терапия именно от аллергии на пыльцу. Расскажите о ней. Да, есть специфическая иммунотерапия. Она проводится очень длительный период. Как правило, это 3-5 лет. За период, пока мы проводим аллергеноспецифическую иммунотерапию, в организме происходит определенная перестройка, и организм становится менее чувствительным к причинозначимому аллергену. Процесс, конечно, очень длительный. Начало лечения и возможные противопоказания, опять же, определяет врач. То есть ни в коем случае этим методом нельзя лечиться самостоятельно или с участковым врачом, но результаты имеются хорошие. Даже период лечения занимает 3-5 лет, но люди, прошедшие лечение в течение года, уже на следующий год, в период пыления, чувствуют себя гораздо лучше. В большинстве случаев аллергия – это все-таки приобретенное заболевание или же генетическое? Считается, что аллергия, конечно, это генетическое заболевание, и если сесть и разобрать генеалогическое дерево каждого пациента, наверняка найдется какие-то корни данной проблемы. Но в настоящий период нашей урбанизации, загазованности и так далее, как-то этот вопрос, я считаю, надо пересмотреть. То есть генетика остается, конечно, на первом месте, но очень часто встречаются и приобретенные формы аллергии. Одна из таких сложнейших стадий аллергии – это серьезная болезнь, это астма. Некоторым людям ставят этот диагноз еще даже в детстве. Ну и они живут, знают, что у них есть такое заболевание, принимают какие-то меры, безусловно, но не ведутся регулярно у врача. А бывает ли такое, что эта болезнь регрессировала? Понятно, что прогресс также, к сожалению, бывает, но тем не менее, бывает ли обратная, более приятная ситуация? Да, конечно, это встречается, но не так часто, конечно, как хотелось бы. Чаще этому процессу подвержены мальчики в период пубертата, в период созревания. Да, и есть такие данные, что те симптомы астмы, которые они испытывали в детстве, сходят на нет, и, собственно говоря, проявлений никаких уже не остается. То есть действительно нужно просто регулярно посещать специалиста? Конечно, конечно, это очень важный вопрос. То есть любое заболевание, я считаю, должно находиться под контролем и наблюдением врача, и все, кто больше уделяет внимания этому вопросу, имеют очень хорошие результаты. То есть аллергия, она по сути лечится у кого-то специфической иммунотерапии, у кого-то подбора медикаментозных препаратов, кому-то иногда достаточно иметь дома гипоаллергенный быт, и многие симптомы уходят на нет. Екатерина, какой набор лекарств всегда должен быть при человеке с аллергией, я сейчас говорю даже не только про сезонную, понятно, что это заболевание достаточно опасное, может быть и отек к винке, который приводит даже к летальному исходу. Вот что при себе должен иметь каждый аллергик? Обязательно должны быть антигистаминные препараты более такого современного поколения. Обязательно, если возникли какие-то проявления аллергии, мы можем использовать сорбенты. Обязательно должны быть сорбенты. Сорбенты мы используем и при лечении полиноза. Более того, есть специальные средства, которые создают защитный барьер в носовой полости, и это препятствует попаданию пыльцы в организм, и пользоваться можно этими препаратами совершенно безопасно. В плане того, что специфические препараты, такие как гормональные, они, конечно, не должны быть для широкого использования, и использовать их нужно только по назначению врача. Но если в прошлом возникали какие-то сложные аллергические реакции, то иметь с собой шприц и ампулу с гормональным препаратом какой-то отдельной группе людей может быть и стоит. Но, опять же, этот вопрос должен быть как-то обозначен врачом-аллергологом. И человек не просто он сам пошел и решил, что все, мне нужна эта волшебная ампула. Особенно если человек выезжает куда-то за город и есть возможность иметь контакт с жалющими насекомыми. Это совершенно другой вопрос. Но все рекомендации все-таки должен давать врач. Строго под наблюдением специалиста. Я думаю, что последний вопрос. Вообще, насколько часто необходимо посещать специалиста? Желательно. Как часто это делать? И куда следует обращаться в нашем городе? Человек, страдающий аллергией, должен посещать аллерголога минимум раз в полгода. Это минимум. Если есть необходимость, то посещать, конечно же, можно гораздо чаще. Пересматриваем мы свою терапию, если это базисная какая-то терапия, раз в три месяца. Но это не значит, что человек должен ждать три месяца, если вдруг у него какие-то проявления есть. Или есть какое-то ухудшение. Или, допустим, лекарственные препараты имеют разную тропность. Кому-то подошла таблетка, кому-то не подошла. То есть посещать аллерголога нужно, если в этом есть необходимость, только сколько нужно. У нас в городе люди могут обратиться в наш Владивостокский клиникодиагностический центр, аллерго-респираторное отделение. Мы находимся в спортивной А10. Приём мы ведём по направлению от участкового врача. Очень бы хотелось, чтобы люди не занимались всё-таки самолечением. Все рекомендации, которые есть в интернете или полученные от какой-то знакомой бабушки, имеют какие-то последствия. И поэтому обращаться для лечения нужно всё-таки к специалистам. Да, и безусловно, не стоит запускать аллергию, не придавать значение этой болезни. Всё-таки следить за собой. Екатерина, спасибо вам большое за разговор, за ваши советы и спасибо, что пришли к нам. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Анна Бережная. Анна Бережная. Анна Бережная.